Комитет ПЧС сделал предупреждение об опасностях на трассах. В минувшие сутки в Акмолинской области насмерть замерзли два человека. Температура воздуха ночью там опустилась до минус 25 градусов. Если конец осени уже ознаменовался такой погодой, то чего ждать от предстоящей зимы? Какой прогноз дают синоптики и все ли трассы открыты, знает Людмила Батюшкина. Сегодня сильнее всего штормит в Акмолинской области. По информации комитета ПЧС, сильный ветер до 20 метров в секунду на большей части территории страны. За исключением юго-запада Казахстана, почти везде снег, метель, туман и гололед. В такую погоду выезжать на дальние расстояния рискованно, предупреждают спасатели. Однако пока дороги открыты. В связи с Бураном ограничена видимостью в целях недопущения чрезвычайных ситуаций. Было принято решение закрыть дорог общего пользования в Костановской области для движения всех видов транспорта. В 22.00 часов вчера в 7.30 было принято решение открытия дорог. По данным КАЗ Гидромета, север страны сейчас накрыт холодным антициклоном. Там морозно до 25 градусов. А вот в Центральном и Южном Казахстане господствует теплый циклон с дождем и снегом. В центре страны эти фронты сталкиваются, поэтому тут и образуется штормовая зона ветров. На ближайшее время мы ожидаем, что циклон, господствующий на территории нашей области, он сместится в восточные районы Казахстана, и к нам придет холодная воздушная масса, которая сейчас сформирует погоду северного. Поэтому в выходные температура понизится, а потом снова пойдет на подъем по территории всей страны, говорят синоптики. Погода в эти дни настолько непредсказуема, что даже метеорологи опасаются делать прогнозы. К примеру, вчера в Карагандинской области разница температур между районами составляла от плюс 2 до минус 26 градусов. И как бы ни шел вперед прогресс, капризы погоды непредсказуемы. Ведь даже у ведущих метеослужб мира прогнозы сбываются лишь на 60%. А потому синоптики и спасатели призывают к бдительности. Меры предосторожности лишними не бывают. В минувшие сутки в Акмолинской области замерзли насмерть два человека. А ведь зимние морозы ежегодно уносят несколько десятков жизней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова